приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить игру партизаны 1941 собственно говоря обустроились мы на нашей базе и впереди у нас впереди у нас сюжетная достаточно занятное задание по уничтожению танка который стоит на ремонте у немцев и собственно говоря опробуем себя в качестве диверсантов что касается что касается нашего склада я думаю что зорину не помешает конечно же не помешает ему дать найденное нами двуствольное ружье из б и она питается скорее всего нет это патроны не тем это патроны пистолетная это патроны вообще к люгеру поэтому нам нужно будет от сани передать немножко патронов передать командиру зорину вот вот можно ли так будет зарядить его разрядить можно даже разобрать на запчасти но нам этого пока делать не нужно я собственно говоря всех наших героев назначил на работы санек у нас пойдет собирательствовать фетисов будет рыбачить а зорин пойдет поможет местному селянину который застрял в болоте ушел в леса от полицаев и там где-то увяз короче говоря что же день завершаем ребята наши уходят по делам впереди у нас будет сюжет до день боевого задания давайте выслушаем историю ну что фетисов готов наша задача пробраться на территорию мастерской взорвать танк а меня с собой возьмете ей прятаться и стрелять умею тебе сколько лет 14 рано тебе еще воевать рано говоришь а кто вас из лагеря вывел кто на базу привел и вообще у меня с фашистами свои счеты товарищ командир разрешите мне пойти с вами ты санек себя уже проявил поэтому разрешаю но чтобы четко исполнял все приказы понятно так точно спасибо я вас не подведу он она как так что у нас касается в принципе никого лечить то нам и не надо хозяйство рыбалка так мастерская что у нас тут еще есть все задачи собственно у нас тут очень много объектов для строительства курятник охотничья вышка кухня лесозаготовка коптильная оружейная мастерская очень очень много всего сводка да так это чем мы построили уже по большому то счету так будем оккупации это задание мы выполнили собирательство тоже такс мы распределились и по большому счету мы можем наверное заканчивать и действительно отправляться на задание так я там видел у кого-то из героев узорина до узорин появилась одну очку навыков и что мы сделаем винтовки он больше конечно по винтовкам специалист ухты вместимость вещмешка как это надо открыть это надо открыть причем это это способность она независимая да она не в ветке находится это надо брать конечно чтобы больше выносить с собой различного имущества с локаций а это важно потому что базу то надо на что-то расстраивать партизан отправляться на здание я более чем уверен начинаем вот здесь у нас экипировка пробная вылазка василий говорите сообщил что в авторемонтную мастерскую на перекрестке доставили танк вот мы сейчас и посмотрим на танчик бойцы наши вооружены в принципе по экипировке у сани все есть то что имеет нужно непосредственно да у фетисова патроны да это чем за патроны это пистолет на мы их можем на склад сгрузить чтобы они нам не глаза не мозолили так вот в одну кучу ну и собственно говоря наш командир экипированный по самое не балуется в принципе меня все устраивает поэтому на задание итак цель нашей первой диверсии танк он находится на территории мастерской хорошо охраняется идти через ворота нельзя за ними открытое место и будем у фашистов как на ладони незаметно проникнуть на территорию можно через пролом в дальней части стены еще одна брешу цистерна охраны там должно быть поменьше но и до танка идти будет дольше какой полкан ходит красивый кстати у игры есть дополнение в котором нам добавляют собаку в лагерь то есть полкана такого там еще в дополнение есть артбук такие интересные приколы скажем так от разработчиков на собака действительно довольно ламповая который никакой геймплей на функцию не несет но она там есть так раз уж мы рядышком здесь то давайте мы займемся вопросом так здесь у нас у кого-то есть сайт квест насколько я могу понять да но это все полицаи тихо пока что мы себя не обнаруживаем куда бы он там не пошел да бом там не пошел мне просто интересно куда тихо вот я вообще сметнул ножичек конечно блин интересно можно будет как-то убрать этот опеле с ручного тормоза и раздавить вот этого мудака даже двух мудаков нахер а если он покатится и протаранит ворота вот это будет кучерява так ну работаем забирая забирая его зорин уходим очень на самом деле радует но такой приятный темп у игры то есть анимации довольно резвые мувмент персонажей все очень-очень так по-настоящему приятно и как бы не раздражает своими длительностью затупностью так один стоит на крылечке всем пригнуться интересно успею я его убить или не успею не хочет рисковать потому что я чувствую что вот этот может нас сдать поэтому давайте дождемся пока этот вообще уйдет куда-нибудь кокнем вот этого перенесем его в кусты давай зорин давай мой хороший ох я отвечаю я раздавлю вот этих двух мудаков этим опелем отвечаю раздавлю так это чего него это обойма до 78 62 вот для мосинки патроны я льюиса для а в с и для дегтярева пехотного найс хорош жалко что нельзя у них винтовки забрать то есть как геймплейный элемент наверно это ломала бы игру нахер потому что ну по сути дела мы вооружимся в начале игры любым оружием отбираешь винтовки у убитых врагов и балдеешь а вот как бы найти оружие это тоже проблема чем там собирается выходить это к сожалению друзья мои единственное возможное максимальное приближение карты камеры к непосредственно карте не подведи этим все это же селянин да это это мирное это местное это что там такой это сварочный аппарат из братьев по оружию стоит что ли я думаю у многих этот сварочный аппарат это страшное воспоминание из детства так ну чё давайте подгадаем принципе можно уже сейчас заняться но я чувствую что этот может уйти на и вот собственно он он это и делает вот этот вообще не двигается старшой говорит ленинград взяли хрен вам они ленинград так этот ящик с орлом явно обыскиваемый плюс я видел бочку в сарае которую также можно осмотреть самая за укрытие так ну по ходу можно по ходу действительно можно снять с ручного тормоза этот opel главное чтобы не зацепить нашего сейчас бы пшонки со шкварками навернуть так ну-ка хорошо что грузовик перегораживает обзор как бы справку состряпать что у меня короче пытается чего-то откосить не успела и прочитать хорош есть какая нелепая смерть такс еще на меня подумать чего доброго слыхали о вас хорошо воюете не ребятки после того как мы отсюда уйдем про вас никто не вспомнит вы главное тоже в леса уходите они самые пришли вот на танк поглазеть вокруг него фашисты вьются как мухи да справимся дело не в оружии об умении ты молодость вот что у болота за оградой есть схрон я в нем автомат припрятал нашел его на поле боя использовать не решился вот это полезная это полезная инфа это что такое это это взрывчатка да предметы для заданий некоторые предметы которые вы находите на заданиях необходимы для выполнения поставленных задач собственно видимо этой взрывчаткой мы будем взрывать танк не зря нам ее обозначили восклицательным значком таким ромбиком так что из этого можно утонуть надеюсь нас не поругают ведь в оба да нет продукты тут еще какой-то отсек ящик а можем тут спрятаться не спасибо это нам не надо так а вот эту бочку у нас есть работа какая-то бумага спутник партизана номер 3 в бою с танками оружие в башне танка перемещается по вертикальной оси а сама башня вращается чтобы лишить врага возможности вести прицельный огонь постарайтесь заклинить их мотор танка охлаждается при помощи воздуха поступающего внутрь через специальные щели такие щели и неплотности имеются у всех подвижных соединений и лючков танка танк можно поджечь если через эти щели залить внутрь горючая приборы с люками и смотровые щели на танках служат для наблюдения старайтесь заклинить их стреляйте по ним залеплете грязью о как издательство цк в лксм молодая гвардия 41 года у него не игруха топовая я прямо это уже сейчас могу сказать мне очень нравится это правда очень интересно атмосфера атмосфера очень очень здоровская так наши пусть пока посидят все-таки у нас рэмбо терминатор это зорин он же главный герой поэтому ему как бы ему как бы надо ему как бы надо прокачиваться вот проем да но тут тут еще надо преодолеть расстояние вот он собственно пазик который нам надо рвануть и как бы нам это сделать так давайте сходим за автоматом вот прям автомат командиру нужно дать я считаю хоть у нас больше вот коряк фетисова мы отдадим зорину автомат отдадим фетисову который найдем потому что по пистолетам пулеметом нас именно фетисов специалист будто опять в развед взводе так а где что на болоте что-нибудь я чуть пока не вижу он сказал у забора где-то к болоту стоп похоже это она стоп быстрее пока там гад не вышел так ну-ка во нормально mp40 берем плюс еще сломанная винтовка так чё сразу наверно перераспределимся придется ли нам стрелять я не знаю давайте хотя бы зарядим этот mp40 а он уже заряженный да и патронов не густо совсем не густо ну радует что хотя бы забрали его глядеть в оба тихо мужик мужик ты там меня не пали так я тебя хочу кукнуть ты в курсе в принципе мы тут уже в двух шагах от танка но было бы неплохо конечно выкосить всех в этой местности тем более что карта на самом деле то не особо большая тут один дворик вот это вот постройка да где стакада для машин и леса ближайшие то есть на самом-то деле карта небольшая и можно потратить время в принципе на то чтобы всех всех вынести поэтому давайте займемся этим вопросом уберу его тихо кровище весь залитый фриц так скидываем забираем нож забираем и упаж о слушайте но не зря качнул зорину расширенный рюкзак вот прям не зря ой-ой-ой полицаи идут так народ я чё думаю наверное вот этих вот гадов надо будет снимать одновременно и фетисовым и зориным потому что ножи как бы есть у обоих а эти твари ходят постоянно вместе единственно чего я хотел бы сделать это вот это вот ублюдка выключить потушить единственное я пока что не уверен тихо 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 забирай 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 его забирай 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 понесли 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 удачи вам надеюсь он то сказал в позитивном ключе они с каким-то сарказмом так чё там надо нам кого вызванивать-то я очень надеюсь что у меня получится разобраться с этими полицаями и проблем не возникнет то есть хотя бы можно будет метнуть как-то ножички мне что-то так очкова на самом деле давайте даже подсохранюсь допустим на единичку просто очень не хочется зафакапить на самом деле такой мув мощный оба с ножами сейчас будут кидать мы проверим было бы на охеренно вот эту бочку взорвать как-то она слишком ласково здесь стоит но наверное сбегутся остальные гансы так давай 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 есть нехорошо нехорошо это вышло фетисова немножко зацепили надо было наверно метнуть ножи а вот кстати давайте попробуем в принципе мы ничего не теряем давайте попробуем сметанием ножей просто я думал что они одновременно сделают захваты а юлы пола метать на нож может только только зорин получается фетисов будет брать в ближнем бою при любых раскладах но давайте попробуем так сделать мне это чисто интересно как это получится оформить давай зорин ну тут уже получше тут уже получше забираем по жидке забираем финку все ну в чем проблема то зорин вот так давай заховаем их куда-нибудь может в атаку сейчас ты мне доходишься в атаку немножко в ближнем бою получил фетисов ну да ладно за заборах сейчас унесем разведки в принципе нормально нормально так вот тут какие-то урфин джусы ходят блин что-то я прям так опрометчиво начал действовать подумал реально что метать ножи могут оба и это было бы на самом деле очень мощно хороший был мы мув у нас есть работа так я так понимаю можно обрушить подъемник выше не хотите сказать что они оба там стоят так ну-ка 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 задайте фашистам жару говорит нам местный так вот мне интересно насколько тут поливно вся эта система если я сейчас открою эту дверь боляха муха неужели можно будет попробовать но это враг это пальбу ну блин если бы вот этот хрен подошел сюда и отвернулся вот это было бы мощно вот давайте проверим тихо как он сюда подойдет было бы охеренно их двоих тут развалить это не знаю что двигатель какой-то наверно висит на подъемнике не полива жесточайший на самом деле он он на конус его обзора ровно сюда был бы здесь какой-нибудь закоулочек давай будем пробовать ай молочек ай ты мой красавчик зорин молодец все получилось так еще винтовочные патроны найс ну прямо ребятки это это действительно круто это хорошо так давайте еще каких-нибудь гадов поищем так если тут кто-нибудь мирный житель это что это какие-то бутыли один стоит здесь но я думаю возле танка тут охраны поболее будет вытачка а сюда можно спрятаться да как и в клозет опа нет это мирно я подумал что это немецкий офицер фуражки так вот это чепушила ходит пасет проход надо его убирать короче всем пригнуться вообще в на месте гансов тут растяжку поставил еще один вот тут даже есть проемчик даже три проема чё тебе тут надо без смердячий счет он там ремкомплект пошел брать ну-ка 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 завтра всем велено явиться на принудительная работа слушать он довольно долго вот так вот на месте стоит партизаном что-то говорят про нас ай-яй-яй-яй-яй-яй неужели тогда не получится его снять до елки-палки все перегораживает нам стена вот все буквально хотя вот ну по идее вот тут то мы можем его снять вот сейчас он вернется совсем вот буквально в пиксель не проходила траектория броска для ножа буквально в пиксель надо кстати уязвить санька сегодня на задании его финт с маскировкой чтобы он мог ходить и как бы разведку проводить хотя нам намекнули про то что в районе особых зон типа вот как допустим это где танк лучше такую способность не использовать и выводить его из этой зоны как можно быстрее швайна ты посмотри опять не могу метнуть нож тогда надо будет делать это быстро сывемся давай-давай-давай-давай-давай быстро-быстро-быстро подбираем пока нимчура не очухалась фух да вот это конечно подлость от разработчиков кустик стоит ровно в том месте где мы не можем метнуть а если мы чуть посунемся из него нас уже обнаружат и смысла в метании ножа не будет так в принципе этого говноеда тоже можно кончить тихо мама вот бляха муха вот спокойно так как же нам блин у меня и камней то нету дождя где-нибудь можно камней набрать где я уже был сука в натуре можно было набрать так ладно тогда побежали за камнями чувство без камней нам не справиться там реально лежали камушки в самом начале надо надо все-таки того ганса отвлекать он он прям стоит там где где его видят присаживается за инструментами балкан ходит красивый такой здесь берем и перераспределяем тогда камни вместо гранат во вот вот так вот будет правильнее три камушка у нас есть я думаю нам этого хватит с головой в принципе радиус довольно большой если отсюда куда не закинем по-любому он заметит лучше ну куда сюда вкус спрятаться вот сюда чтобы он прям прям к заборчику подошел как же мне хочется взорвать этот пазик хочу кстати взрывчатка у кого взрывчатка узорина всем пригнуться ты под собираешься сюда смотреть вообще ну он посмотрел и это его более чем удовлетворило больше он двигаться не собирается так ладно тогда с этого края мы не пойдем попробуем зайти через здание лови гад пошли со мной сюда в кустике ты там уже не единственный дружок лежишь удобряем почву телами ганцев так фитисов метнись по-быстрому забери имущество ганса наверняка ганс это же полицаи есть хотя говорить что это наши тоже было бы ошибкой так а если как-то попробовать с этого угла зайти что это такое это как интерактивный предмет здесь врач бутылки вон она шо михалыч то есть бутылка этому это тоже приманка то есть как камни а я блин ребятки игрок фар край подумал что камни могут их двигать с места на самом деле а камни в партизанах врагов с места не двигают они только меняют их направление чтобы они смотрели в другую сторону а вот бутылка я думаю что действительно может его приманить то есть он прям подойдет сюда угодно чё так ну-ка ну-ка две бутылки у нас есть давайте вместо бинтов мы поставим тоже бинты на это бинтики подсейвимся ну и поставим действительно бутылку куда-нибудь вот сюда правда как они могут заметить эту бутылочку просто ну прямо скажем не совсем выделяющийся деталь вас издаст шнапс а нет народ это на это не полицаи это танкисты это просто у них форма такая черная это немцы вот это немцы ну и плюс полицаи тут конечно присутствует так хилы это хорошо все вон оно как вон оно как понять слушать это интересно механика продам вот я играю я очень увлечен на самом деле друзья вот правда я я в захвате сейчас не знаю как будет дальше может где там придется оплавить свою очко от сложности но пока что мне очень нравится правда то как как игра подходит демонстрации контента какие механики она демонстрирует мне нравится так чувствую нас сегодня только зорин будет прокачиваться в навыке хотя по сути пока что мы ничего не получили вот санек и и фетисов могут прокачаться у них совсем чуть-чуть их осталось опыта опыта получить но я люблю зорина заметание ножей это слишком хорошая штука так но час вот этого фрица уберем вот это уже полицай белая повязка на плече а вот этому берем в ближнем бою глядеть в оба откроем просто дверочку и заряжем короче говорит ордунг приказывает работать я небольшой знаток немецкого но примерные слова понимаю не подведи сколько ж можно это мое уносим ганс что-то заподозрил тише шаг так держать у нас есть ровно винт поляха муха надо будет отдать это обязательно отдать фетисова или можно себе оставить в принципе это ух ты блин как этот ган спалит контору в раке что ленинград взяли блин вот он прям на границе прям одной ногой в секторе обзора давай не чур а тай салвит не успела прочитать до конца его фразу так но он же отходит он же обязательно отойдет вот сюда к инструментам так а вот как вот с этими гадами быть наверно можно будет выманить их бутылкой опять-таки здесь тебя не забудет ну вали же его вальди все молочек патроны пистолетная молодцом лучше конечно метать ножи я ничего не видел молодец помочь партизанам это всегда это всегда правильно да партизаном дармин айнен ну и что-то там еще давай забери винтовку так точно все хорош слушайте с мощным хорошим имуществом и уходим с этого боя с этого задания и очень радует что у нас не бежит таймер просто помните да игрушку this war of mine там время вылазок у нас было ограничено то есть нужно было принимать решение довольно скоро здесь же нас никто не торопит нас не заставляют галопом по европам скакать и за это хочется похвалить на самом деле игру слушаю так можно быть мега наглым следуем плану швайна кончить вот этого года пока вот этот ушел или все-таки разобраться вот с этим а еще лучше поставить вот сюда бутылочку наверно вот этим так фитисов фитисов ты давай не прохлаждайся а зарабатывай себе опыт метнись зарежь вот этого фрица ремонтника танкиста он отходит куда-то вот сюда видимо за инструментами а вот он копошится где да но он сюда тоже отходит так это мирный это враг по большому счету наверно вот это вот говноеда у него ключ кстати есть это видимо командир экипажа вот его как раз таки можно было бы зарезать давайте посмотрим куда вот это тут уйдет если он идет куда-нибудь сюда я его сейчас тут кончу слушаю просто опять таки придется нам действовать видимо одновременно убирать вот этого и вот этого так куда вот он идет он просто отдыхает давай фитисов работаем неудачный ближний бой прямо скажем совсем неудачный все-таки ножевой бой это не фитисова жаль видимо придется сюда идти зорину не в ближнем бою фитисов прям не проявляет себя он тогда слистнулся с полицаем ему к хп откусили здесь он вообще не смог совладать с танкистом причем он нападал на него сзади ну короче не очень моя тактика использовать зорина как основного бойца была верной так ну давайте посмотрим всем пригнуться что это был за звук а видимо опыт видимо новочка опыта пошло так берем все забираем туловище да икспу получили фитисов и санек брось брось как у так ну что в принципе вот сейчас как раз таки очень удачный шанс для того чтобы прибить командира не шуметь как держать надо только подождать чтобы этот ушел это здесь остался и тогда все будет вообще зашибись давай же давай жену так я думаю это имущество можно будет осмотреть не зря тут стяг спокойно давайте попробуем рискнуть давай 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 молодец забираем вот какой-то ключ какой-то стоп 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 давай заберем его этот все равно не слышит ни хрена хотя нет вот что-то сука заподозрил подлюка да не подумают на тебя не подумают мы тут выкосим всех думать будет некому слушаю тише шаг так все ли тут но вроде больше никого не торопимся поэтому давай 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 вот зорин все выходим 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 лови газ быстрее финку забирай блин у него кд способности метнуть нож нужно не сразу но слава богу для меня это не было критичным видалем партизан синий таки стоп елки-палки я чуть чуть было не лопухнулся на самом деле так но по большому счету мы всех выкосили остался видимо только последний вот этот главное чтобы вторая какая-нибудь фаза задания не появилась река за так я там какую-то какую-то заметку фотокарточка панцеркам вагин 4 неплохо так вот это тут черт как бы вот так убрать даже не знаю принц позорен может его в ближнем бою покосить уберу его молодец молодец так что в ящике ящики много всякого это пусть заберет санчес пусть он уже выходит кстати сходит на значок вопроса я так аккуратно вот особой зоны контроля вот как раз не нам и говорят про то что здесь нам лучше саней ходить аккуратно лучше лучше лишний раз не рисковать так тумбочке спутник партизана номер один оружие в башне танка перемещается по вертикальной оси пардон видимо просто не прогрузилась вот в бою с танками действуй смело чем смелее ты будешь тем проще тебе будет уничтожить вражескую машину чтобы остановить танк выведи из строя мотор источник его движения не дай вовремя подвести к танку бензин необходимый для работы мотора и танк встанет если в танке остался бензин воспламени его и танк сгорит благодаря гусеничному ходу танк имеет высокую проходимость старайся перебить гусеницу танка или повредить ведущее колесо ну что жиза так по большому счету тут мы всех успокоили так можно ли тут будет у вас позаимствовать что-нибудь можно и это не возбраняется более того так бочки бочки нам трогать нельзя здесь мы ничего сделать не можем а стоп стоять как это так пропустил так командир останься а вот саня сбегай в ящике надеюсь это не будет считаться воровством то что мы сейчас тут на вороте 6 патронов ружейных найс что у нас еще какая все таки полезно кнопка alt в игре сразу сразу все по о сразу все подсвечивает обозначает то есть на самом деле интерактивных предметов на уровнях мама родная все собрать вообще нереально без вот этой кнопки опять таки командир мины и патроны использование мин мин наносит урон по области единственная сложность поставить ее на пути так что противник на нее наступил ну на самом деле траектории движения вычисляются довольно легко поэтому проблем как бы нет особых особых таких проблем нету так фетисов отходишь я думаю что мы будем скоро линять следуем плану так ну что сохраняемся минируемся да 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 я просто думал нужно будет положить в инвентарь все минус пазик хорош командуйте так задачу нашу мы выполнили где вместо эвакуации по большому счету наверное без разницы где главное нам покинуть эту точку проявили мы себя как партизаны как диверсанты довольно успешно хотим завершить задание да да ты не готов парень это достижение комарийный укус получена ачивка за уничтожение танка ты не готов парень не знаю что это за что это за достижение а наверное это как раз таки про санька чтобы брать его на задание только я все равно не понимаю нафига нам понадобилось взрывать этот танк у фрицев их тысячи это им как комарийный укус почему не взорвать сразу мост лишь какой быстрый а заминировать опоры ты сможешь и потом немцам может это и комарийный укус но несколько десятков жизней товарищей на фронте спасет большое санек начинается с малого набирайся опыта а там и до моста дело дойдет вот верная мысль верная мысль у командира давайте послушаем почему местные не сражаются их же больше чем фрица если каждый убьет по фашистов их вообще не останется это верно но наш враг гораздо лучше организован и способен на любую жестокость людям кажется что бороться нет смысла но ничего мы покажем им что это не так вот насобирали мы немножко ресурсов на самом-то деле в принципе можем даже себе что-нибудь построить давайте пока ни на какие вылазки не пойдем ухты для мастера для мастерской нужно 150 единиц ресурсов пока что мы этого сделать не сможем 150 единиц даже если мы пойдем на оперативное реагирование на довольно сложное задание в ответ на наши действия в одной из деревень фашисты проводят облабо мы можем отправить сюда и помешать им рельсовая война после дела нам нужно тратить ресурсы до чтобы получить опыт и боевой дух немцы ремонтируют старую скоколейку работают пленные под надзором полицаев если ударим внезапно сорвем планы оккупантов и освободим наших не знаю не знаю я бы лучше занялся на самом деле делами хотя блин дела они все приводят к тому что мы собираем еду но еда нам нужна при любых раскладах давайте на собирательство поставим саню назначить на рыбалку поставим зорина а значит склад что у нас есть на складе так на складе патроны выложим патроны выложим надо будет сейчас когда все наши ребята соберутся с мыслями выполнят все свои дела кстати вот на лечение надо бы отправить как раз таки фетисова на потому что он был ранен вот вот теперь день завершаем и после этого дня мы распределим им имущество все-таки надо будет отдать пистолет пулемет как раз таки фетисова а вот винтовку отдать зорину для правильности так где наш склад коряк выкладываем патроны все выкладываем это что за патрон а это инфарк это как раз таки патрон для мосинки так зорин пистолет-пулемет выкладываешь патроны оружие на ра тоже выложим эти патроны так это 9 миллиметровая да это немецкие это вот как раз таки к мп-40 саня чё тут она собирал винтовочные для мосинки пистолетная для нагана и мина у тебя есть от сортира вот как красиво прям прям красиво так вот теперь как раз таки мы выдаем зорину винтовку наверное надо брать коряк на на него патронов больше наверно да наверно берем коряк соответственно патроны одну сумку мы выложим чтобы место не занимало так вот фетисовым отдаем мп-40 даже вот так в руках он смотрится гораздо сочнее так нему к нему соответственно боеприпасы насобирали мы неплохо так ну и на том все наверное ну и давайте выдадим сумку для лечения и мину пусть будет вот а это для винтовки все понял так сани мы даем патроны по сути сани у нас самый такой ну как сказать голый в плане в плане амунициям только винтовка и патроны но кстати говоря вот что по статам 30 90 уж 5 а у и же вам б 36 30 85 24 15 6 2 10 24 6 ну крит попадания больше вот я не знаю двустволку ему отдать давайте с двустволочкой пусть походит это в любом случае будет получше хотя шанс критического урона в два раза ниже в два раза ниже так что у нас по прокачке наших наших героев по одному очку навыков есть у каждого что дадим фетисовым фетисова надо дать что-нибудь связано с рукопашным боем вот вот победа в ближнем бою вот открываем саня что нам дать саньку увлечение выносливости рогатка можно полицаев оглушать слушать а это неплохо просто саню вообще как бы не задействовал а можно ли будет после оглушения его добить саней вот чтобы санек сделал это давайте возьмем я хотя бы попробую там где-нибудь в будущем а вот зорину что дать зорину увеличение дальности броска ну надо надо я считаю напирать как бы на самое на самое мощное что есть у персонажа это как раз таки метание ножей поэтому берем метание ножей во вот штабе местные слухи староста заборовки один из самых рьяных предателей активно занимается выявлением неблагонадежных подозрительных граждан особенно среди тех кто не нравится лично ему вот сука бермеер организовал принудительные работы по уборке урожая женщины и дети горбатятся на полях с утра до ночи да уж да уж вылазки трофея в лесном массиве в квадрате 15 должен быть схрон оставлены отступающей армии поищем патроны можем найти 9 миллиметровые и 762 для т.т. слушайте ну давайте хотя бы чтоб день у нас в пустую не прошел мы всех троих отправим сразу да получим опыт ну и по сути дела можем как бы день заканчивать на том посмотрим когда придет василий гаврилович с новым заданием что уж там он нам приготовит о день боевого задания как раз таки следующий день это уже это уже на выход так что уж там интересно такой будет так склад на склад это это 9 миллиметров в 25 патронов ну само собой разумеется отдаем конечно же фетисов у него шмайсер ну понимаете да в каком смысле говорю шмайсер пистолет-пулеметом и патроны нужны вот ну а пистолетная у кстати узорина их и так дохрена на ногам тем более у него винтовка сейчас есть друзья мои наверное на этом я откланиваюсь по сути дела глупо было бы начинать следующий квест прямо сейчас вылазки секретный ингредиент следующее наше задание будет да вот как раз таки посмотрим друзья мои на этом я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр с вами был антон не забывайте подписываться на канал ставьте лайки комментируйте вступайте в группу вконтакте играть и в хорошие игры всем удачи всем пока берегите себя а